Катя Скулкина. Классика. Классика, друзья, индийского танца. Поехали. Приехали, да? И болезнь, и самолеты. Все сразу. И прямо с самолета я приехала на тренировку. Я завтра пронесу бубенчики. А у вас есть бубенчики моего размера? То, что мы танцуем, это в Индии аналог балета. То есть это классический танец. Балет-то просто такой балет. Моя мама мечтала, чтобы я стала балериной. Вот, пожалуйста, увеличенная копия моей блесецкой. В разы. Раз, два, отвернулись. Это что это? Раз, два, три. Раз, два, три. Подожди, а чем ты делаешь? Как чем? Ну, все равно плечами получается. Это самая интересная часть номера. И типа он твое сердце вот там как-то поколебал. Неколебимое сердце, да? Господи, куда я встрела вообще? Да. Все будет хорошо. Как я вообще подписалась на это? Индийский классический танец на самом деле берет начало в древнем индуистском музыкально-танцевальном учении. Так называемая натия. Натия – это умение танцевать, умение петь. И там еще немаловажную роль играет мимикой. Таким образом рассказывает историю. Иногда эта история даже включает в себя отвлеченные понятия. И сейчас Екатерина Скулкина на самом деле постигает искусство. Достаточно необычное и даже чуждое для европейцев. Когда в Индии появились англичане, они не знали, как вот назвать это, как назвать этот индийский танец, эти индийские истории. Поэтому назвали его танцем. Просто более приближенного понятия в английском языке не нашли. На самом деле это мечта особенная. И вот я думаю, что за неделю пришлось Екатерине Скулкиной это понять. Но сейчас это уже танец, и Индийская национальная академия танца называет именно так. Шастря. Классический индийский танец. Слово, кстати, шастря из санскрита. Тот случай, когда в танце играет роль абсолютно все. Все важно. От выражения лица до завершения этого самого танца. Екатерина Скулкина! Ты смотри, что творит! Я теперь даже не знаю, как с вами общаться. Извините. Друзья, все-таки в индийской культуре есть столько всего, что может взять тебя просто за горло и не отпускать до конца не только фильма, но и до конца любого выступления, даже вырванного из контекста. Казалось бы, большое и крупное шоу на канале «Россия». За несколько секунд две эти прекрасные леди погрузили нас в целую эпоху. Друзья, давайте поаплодируем обеим участницам. Катюш, я хочу у тебя вот о чем спросить. Неделю назад ты не то, что проклинала танцы, но говорила ты, что ты с ними даже не на «вы». Вот, что тебя обычно на сцену выпускают сделать «Эй!» и все. И тут ты. Понимаешь? Откуда это все пришло? А вот, от Светы. Все от Светы, которая со мной намучилась. Фантастика. Мне было очень приятно работать. Свет, можно вас на секундочку? Свет, расскажите, пожалуйста, во-первых, как было работать с Катей? Потому что я понимаю, что Корнелия своей пластикой уже покорилась прошлой программой, хотя задание было совершенно не в этом, казалось бы, да? Катя пришла как человек, который был настроен скептически по отношению к танцам, по отношению к себе в танцах. Посмотрите, как ей идет эта штука. Да вообще, вот! Так, и как было на репетициях? Сколько раз Екатерина, используя всего лишь несколько пальцев одной руки, рассказала все, что она думает об индийском танце? Если честно, во время тренировок мы прошли практически полный путь от полного отрицания вообще факта танцевания до какого-то вот единения с танцем. И это очень важно, потому что это удалось сделать за супер-мега-короткий срок. Я просто горжусь. Реально. Браво! Просто умница. Браво! Катя. Ты получила удовольствие? Я да. Класс. И это было видно. Это было... Вы понимаете, я не знаю, какое движение, все то, что показывала Катя, запомнили вы, но мне очень понравилось вот это. Да-да-да. Типа вот ты и ты, ты встал и вышел отсюда. Если тебе не нравится. Нет, там было ты и ты и ты. А ты и ты... А ты и ты... Или неправильно? Меня неправильно проинструктировали, забудем об этом Игорь Жижекин. Что соединять мне сейчас нужно? Что соединять? Слова? Мизинцы. Это предложение, я подозреваю. Ну, во-первых, я хочу сказать, что обе наши участницы просто безумно сегодня выступили. Красиво, здорово. Корнелия просто, конечно, поразила и улыбкой своей, и энергетикой. И вообще, я на секундочку даже забыл, что это Корнелия. Мне казалось, что она настоящая, как индийка. Индианка. Индианка. Ишвария рай, да? Да. В общем, очень здорово. И я представляю, насколько тяжело было Кате. Просто. Потому что действительно... Но вы знаете, что? Вторая часть танца, я даже удивился. Сначала было чуть-чуть так скучненько, но вторая часть танца, вот эти движения ногами, которые Катя делала, это достойно сложных элементов брейкданса какого-то. Это самый сложный элемент индийского классического танца. То, что ногами она уже делала. Я это заметил. Было очень здорово, Катя. Поэтому, знаете что, мне Корнелия безумно понравилась. Но вот за сложность и за волю я даю Катюше сегодня свой голос. Спасибо. И Екатерина Скулкина получает балл от Игоря Жижикина. Лариса Семеновна. Мы в свое время с удовольствием еще детьми бегали на индийские фильмы и с таким удовольствием смотрели их. И поэтому вот все то, что продемонстрировали наши девушки сегодня, перенесли меня в мое детство, когда я заглядывалась на экран. И такие молодцы. Просто умницы. Катя, я просто поражена тем, сколько ты выучила. Я сама поражена. Сколько ты сделала. Это что-то. Но о Корнелии, ну, я не знаю, как мужчины, но мое женское сердце просто растаяло от твоей женственности, грации, элегантности, красоты. Прекрасно. Я так понимаю, что балл ваш уходит. Мой балл тебе, да. Да, Корнелии Манго. Аплодисменты, друзья. Вот сейчас нам станет понятно, кто из двух наших красавиц сегодня оказался убедительнее. Хотя сравнивать болливудский танец с классическим тоже сложно. И эту ношу мы водружаем на плечи прекрасной Клары Борисовны. Прошу вас. Моя мама была влюблена в Раджа Капура. Папа даже ревновал. Хотя Раджа Капур был далеко от Киева. Но мама смотрела фильмы по телевизору и плакала, даже когда я видела Раджа Капура. И пела вместе с ними. Вот сегодня Корнелия, которая пела вместе и пела, попадая в... Я даже не знаю, как это можно было выучить. Она такая молодец. Это не каждому дано. Она фантастически. Элегантная, очень пластичная. Я иногда даже просто забывалась, что это вот мне придется судить и кому-то отдавать очки. Я потрясена, Катя, вами. Или тобой, если можно. Потрясена. Я была готова, что у Кати ничего не получится. Катя уже там уже плачет за кулисами. Нам сказали, Катя плачет, у нее не получается. И вдруг Катя да какие-то мизинчики соединяет в нужном месте. Какие-то пальчиками что-то нам показывает. Мне пообещали, что нам покажут, как по-индийски, как пальчики сложить, чтобы была любовь. А мы сейчас обязательно научимся. Я уважаю от этой окончательной оценки, потому что это... Ну, Катенька, справедливо будет очко отдать Корнелии. Справедливо. Корнелию очень много сделал. Но, Катя, я поздравляю тебя. Ты преодолела себя. Ты смогла. Да. Ты смогла. А для этой программы это самое главное. Они смогли обе. Итак, бал. Клара Борисовна Нойко отправляется к Корнелии Манго. Но прежде чем отпустить вас, покажите мужские движения. Вообще мы женщины смотрели, сидели перед телевизором программу, выучили как минимум по пару движений. Есть какие-то мужские движения? Я видел, что мужчины, естественно, делают, как Корнелия сказала. Ищ, ищ. За моего брата. Ищ. За моего отца. Ищ. Можно показать, как ты стреляешь в сердце зрителю? Стреляю в сердце зрителя. Клара Борисовна, а что вы сидите? Вы хотели обучиться индийским танцам? Пойдемте к нам. Я не понимаю, почему вы сидите. Вы хотели знать, как соединяются мизинчики. Итак. Беспрецедентный случай в эфире канала «Россия». Мы будем соединять мизинчики с Кларой Новиковой, друзья. Ой, ой. Я чувствую, как... У меня сейчас головную боль забрали. Швы начали рассасываться. Мы показали, а ты мой любимый, я тебя люблю. Музыку нам дайте, чтобы как без музыки вообще признать, что друг друга в любви. Клара Борисовна. Клара Борисовна. Клара Борисовна. Клара Борисовна. Боже мой, я целый вечер признаюсь в любви. Это ж тут невозможно. Подождите, сейчас я свидетелей к Владимиру отправлю. Прошу вас, девушки, отправляйтесь. Вас ждет Владимир Стогниенко. У нас есть разговор с Кларой Борисовной. Так что вы там говорили? Клара Борисовна.